Практическая психология Страдают лишним весом Или как это теперь называется Которые хотят снизить вес Очень мне нравится такая формулировка Я всю жизнь мечтала Ну хоть немножечко набрать Веса Чтобы как-то так солиднее выглядеть Мне говорили Родишь второго ребенка и тогда у тебя будет Хороший вес Я родила второго ребенка Мечта не сбылась Я как осталась в своих 50 килограммах Так и осталась Но не все могут этим сейчас Так вот бравировать, как я 50 килограммов Я бы сказала, что процент тех, кому так повезло Очень маленький В основном люди склонны к полноте А откуда вот это Состояние склонности к полноте? Наверное, все Все мы родом из детства И нарушение Как психологи говорят, нарушение пищевого поведения Оно тоже из детства Если у наших родителей В нашей семье Было сформировано неправильное отношение к еде Ребенок переймет его на 100% А что вы подразумеваете, когда говорите про неправильное отношение к еде? Если в семье родители воспринимают еду не как еду Что такое еда? Это удовлетворение потребностей для того, чтобы организм просто жил Если мы не будем есть Мы просто, как биологическое существо, мы умрем Так вот, когда формируется отношение не как к еде для поддержания жизни А как к еде, как к получению удовольствия К еде, как к эквиваленту любви, заботы Вот я тебя кормлю, значит, я тебя люблю Так И ребенок воспринимает это Он считывает даже неосознанно У него это все закладывается на подсознательном уровне То есть если я сыт, если я поел, да, и как следует поел, да Значит, я любим, значит, я желанен, значит, я доволен и счастлив Значит, мама меня любит Да, мама меня любит И сейчас, конечно, слава богу, уже перестали кормить детей Как раньше, помните, было очень популярен кормление по часам Бенджамин Спок Да, да, да Сейчас как-то мы ближе к естественному двигаемся То есть ребенок требует, да, по требованию Да, да, то есть в чем опасность вот такого жесткого кормления по часам? Ребенок не учится себя слышать совсем свое тело То есть он есть Голоден я или не голоден? Он есть не хочет, а время-то пришло, ему дают Давай, или он есть хочет, а ему не дают, время не пришло И он не понимает, как То есть вот это тоже своего рода, да, маленький шаг к этим самым пищевым извращениям Конечно, конечно, причем ребенок ведь это не осознает Он это реально впитывает, вот как говорят, с молоком матери Вот в буквальном смысле слова, да Но если мы от жесткого кормления по часам грудные те отказались То в чуть более взрослом возрасте все осталось почти так же, как было Да, завтрак Я тебе готовила, а ты не ешь, ты меня не любишь Да, почему? Да, тарелка должна быть Пустой, мама же столько времени потратила на это И ребенок не хочет, а запихивает, да, потому что я же маму люблю И у него схлопывается любовь и еда Это как знак равенства, да, появляется? Да, да Если у меня есть еда, значит, меня любят Да, да Если я поел, значит, я получил эту порцию любви В будущем у меня не хватает любви, я же не всегда буду рядом с мамой, да То есть я же расту, я поел, и у меня ощущение, что меня любят Не важно, что у меня нет рядом там любящего меня человека Может быть, там мужа, жены, партнера Я поел, я любим Хорошо, это вот один из, да, одна из причин, которую Мы не будем сегодня рассматривать причиной в физиологической точке зрения, да Потому что мы знаем, что бывает наследственный фактор, да? Бывает, но не настолько, но, опять же, исследователи проводили, значит, эксперименты И есть же дети из приемной семьи, да Так вот, если в приемной семье, то есть если ребенок был взят из семьи, где родители стройные И попал в семью, где родители страдают лишним весом, ребенок будет страдать лишним весом В чем тут психологическая подоплека? А они все равно его кормят по своей системе Они его подстраивают по своей собственной семейной системе Он впитывает потом эти ценности новые и начинает относиться к еде точно так же Хорошо, ну, много что у нас из детства, да? Да, конечно Но ведь вот мы подрастаем, и тут мы делаем сами выбор Дальше Я вижу, что у меня есть склонность к полноте Я вижу, что я, в принципе, не 42-го размера, а мне бы хотелось, да? У нас есть такие отклонения в подростковом периоде Когда девочки, понимая, что они чуть больше нормы весовой, они начинают себя изводить всевозможными диетами О, это вот диета, это, конечно, страшная штука Диета, это очень модно И, не знаю, мне кажется, редко найдется какой-либо психолог, диетолог, который скажет, да, жестким диетам Жесткая диета Вот я, честно говоря, ни разу на диетах ни на каких не сидела Только в то время, когда приходилось кормить ребенка грудью Да, она такая вынушненная была диета Я сидела один раз на жесткой диете, пять дней его сидела Это такой стресс для организма А кто-то постоянно, регулярно изводит свой организм всевозможными диетами Но ведь ни одна диета еще, ну, сколько я знаю, не принесла человеку желаемых результатов Вернее, она их приносит, диета заканчивается И ты набираешь обратно то количество килограмм, которое сбросил, и, может, еще и больше Там и физиологический такой аспект заложен Потому что наш организм, это ведь очень такая умная система И он ведь не знает, что человек его ограничивает Вдруг резко стал ограничивать в еде по доброй воле Он ведь думает, все Война, стресс, еще что-то Угроза жизни И организм, там меняется метаболизм по системе угрозы жизни Организм начинает запасать максимум калорий из всего, что только ему доступно, вплоть до воды И при этом снижается обмен веществ Сниженный обмен веществ, то есть Замедляется А, он очень замедляется, да У нас вообще-то от скорости обмена веществ очень много зависит И обмен веществ замедляется Человек какое-то быстрое время худеет, да А организм-то, он ведь бдит, можно сказать И как только жесткая диета заканчивается, все это, все обратно Поэтому жесткие диеты не работают и по физиологическим причинам, и по психологическим Вы заметили, все чаще и чаще, когда говорят про лишний вес, все чаще говорят про психологические составляющие этого явления Да, потому что диеты действительно доказаны уже десятилетиями, не работают Если мы, например, с вами убираем всевозможные заболевания, которые приводят Да, то все-таки в чем причины, с точки зрения психологии, вот этого большого веса? Большого веса? Ну, смотрите, что нам в жизни приносит удовольствие? Что? Да, ну вот какие вещи приносят удовольствие? Объятие Объятие, это значит, нужен другой человек, да Если другого человека нет, ты не можешь его обнять, да, у тебя потребность это не удовлетворяется Да Тогда ты можешь что? Сесть шоколадку У нас очень много удовольствия нам приносят межличностные отношения, да И там дети, родители, в любом случае общение, друзья, подруги, да, личностное общение Мы очень много отсюда получаем, да И второй такой очень большой аспект, который нам приносит удовольствие, это свои какие-то, пусть маленькие, но победы, да Какие-то результаты по жизни сделал, ух, у меня прям счастье, да Но что результаты и победы, что межличностные отношения, это такая штука нестабильная Абсолютно У тебя могут сегодня быть победы, а может у тебя быть такой провал, да А в отношениях человек сегодня в прекрасном настроении подарил тебе массу позитивных эмоций, а завтра у него что-то не заладилось или у тебя не заладилось И отношения просто там в бездну тебя там бросают То есть это очень нестабильные вещи, а еда, это всегда еда Она тебе удовольствие гарантирует, да Поэтому это такая, это очень безопасно У меня всегда стопроцентно гарантированное удовольствие Съел я там шоколадочку Это не человек, она никуда не убежит, она не будет с тобой ругаться, да Она тебе даст то, что ты хочешь Состояние, в котором ты хотела пребывать Причем очень дешево Ради того, чтобы у тебя выстроились хорошие отношения с другим человеком Это ж надо, конечно Это ж сколько усилий, времени, да Это ж постараться надо А тут 80 рублей, 5 минут, да, и удовольствие гарантированное Да, или хот-дог Да, у кого что, я просто про свое, да, я шоколадки люблю Отлично, поэтому это доступно У меня бабушка еще говорила Богатым не быстро стать, ну быстро стать невозможно А вот сытым стать можно, легко и просто Да, да, это быстрый результат И ощущение уже, что ты удовлетворен, да, великолепное Хорошо, вот получается, что часто бывает Еда это своего рода зависимость Да, еда это пищевая зависимость, стандартная, обычная Как любая другая зависимость, которая есть Единственное, что все зависимости, кроме пищевой От объекта этой зависимости, то есть от алкоголя, от курения Игр Да, от компьютерных игр Можно избавиться навсегда Можно вообще не притрагиваться к алкоголю Можно никогда не садиться за компьютер Не включать компьютерную игру, но есть перестать невозможно Невозможно Да, то есть это такая единственная зависимость, от которой невозможно спрятаться Она потому что является базовой, да, в какой-то степени нашего человека Она тебя поддерживает, да, то есть тут важен баланс Как потребность для организма не перевести, так сказать, в яд для него же Почему тогда кто-то ест и не полнеет, а кто-то кушает и набирает лишний вес? Вы слышали, да, о такой теории, когда человек хочет, чтобы был значим, важен, любим к кем-то, да, он тоже подсознательно начинает набирать вес Как вы с этим работаете? Это работа... Это как раз чисто психологические такие, да, моменты? У нас курс, который я сейчас веду, да, он рассчитан, в общем-то, на год Это очень большой курс Почему? Первые полгода у нас встречи каждую неделю, вторые полгода встречи раз в месяц, да, для чего так долго? И практически там нет занятий по диетологии Понятно, вы психологи Да, мы всё выяснили, как высчитывать коридор калорийности, да, и как есть Мы за первые два, там, три занятия, всё выяснено давно, да Сейчас идёт разбор только психологических вопросов И один из них – это работа с границами Вот то, что сейчас было сказано, да, когда я хочу расширить свои границы, занять как можно больше пространства Как можно основательнее заземлиться, да, вот найти контакт с землёй Ну, плюс решение других достаточно серьёзных проблем, которые влияют именно на взаимоотношения с едой И если их решить, то стабильность результата гораздо больше, чем при простом обычном снижении веса Как человек может понять, что у него вот именно такие потребности, поэтому он и набирает вес? Что недостаток любви, недостаток внимания, я вот хочу, чтобы я был значим для людей, которые значимы для меня, да Что здесь начинается? Работа с границами дальше, работа с самооценкой Работа с самооценкой, работа с агрессией, работа с контролем И очень-очень большие блоки, это работа с эмоциями, потому что эмоциогенное пищевое поведение, это когда мы заедаем эмоции Это вот любимая женская игрушка, да? Мне кажется, с этим знакома каждая женщина, да? Да Я расстроилась, и мне хочется съесть что-то сладкое, да? Я там... А некоторые женщины, наоборот, и мужчины, да, расстроились, они не хотят ничего вообще есть Это классический жесткий физиологический стресс, да? Там у него свои физиологические законы То есть если человек не хочет есть, он реально в стрессе А если он думает, что в стрессе и при этом хочет есть, это он заедает эмоции При физиологическом стрессе человек есть не хочет, у него так организм устроен, он не ест Но это недолгий процесс, потом он начинает заедать Итак, чтобы быть стройным, что нужно есть? И как это нужно правильно делать с точки зрения психологии, а не диетологии? Во-первых, по-честному, да, нужно просто есть Потому что... И еду не возводить в культ С ней... Она, если с ней отношения нарушены, у неё уже культ Она уже занимает какое-то более высокое место, чем ей отведено природой Ну, как говорят, формируются сверхценные отношения какие-то То есть она больше, чем еда Она эквивалент любви, эквивалент заботы, счастья, спокойствия, да? Вот какого-то... Это ведь столько функций у неё много И потом мы ещё выясняем, достаточно много времени уделяем выяснению вторичных выгод Что тебе даёт лишний вес? Ага, отлично, давайте об этом тоже поговорим Такие вылазят иногда вещи Да, можем сейчас озвучить, например, да, девушка, которая мечтает всю жизнь похудеть Она каждый раз говорит о том, что вот почему-то вот, Наташа, ты вот прямо можешь там одно пирожное, второе, третье А я могу там одну только четвертинку себе, а остальное во всём отказываю, да? Вот вроде так жалко, да? Вот посмотри, я вот тут могу пирожное там не считаю кушать, а она там отказывает А какие у неё ещё могут быть вторичные выгоды? Вторичных выгод бывает очень интересные Просто вот мы когда выясняли, причём мы достаточно глубоко это делали И не так вот там напишите вторичные выгоды, которые... Нет, конечно, это там долго всё вытаскивается Ну понятно, терапия Да, хотя и группового занятия, наверное, недели две мы этим занимались И вторичные выгоды самые разные От желания быть неприметной, чтобы тебя не замечали Да, то есть если я там... Модельной внешности, то я сразу же там, да? Да, тут я бросаюсь в глаза, тут я вот такая вот расплывчатая, да, и меня проходит, и меня не замечают До, например, нежелания близости с мужем, а вот таким образом люди уходят До желания доказать, что я чего-то стою, независимо от того, что я не так красиво выгляжу Да, то есть вот абсолютно самые разные Такого рода самонаказание какое-то, да? Ну, это, наверное, защита какая-то, да, от тех, кто... Когда-то не сделал больно? Да, кто когда-то... Или мыло не принято? Каждого из них когда-то кому-то сделали больно, да, то есть девушке, которая хочет быть незаметной Был случай там в юности, когда её слишком яркая внешность ей сыграла, как бы сказать, в минус, да, то есть вот она таким образом... Она ведь даже не осознавала до этого момента Поэтому вот вытаскивание вторичных выгод, разбор их и нахождение способов их удовлетворения без еды Это уже очень хорошее... Это есть хорошие результаты и стабильные, да? Да, да, именно моя задача, чтобы результат был стабилен А по всем канонам работы с зависимостями, да, первичный результат более-менее устойчивый у человека формируется через полгода Потому что очень часто бывают такие, ну, я слышала такие фразы, да, у людей, они говорят, что сбросить вес, это, в общем-то, несложно А вот потом, как его не набрать, да? Жить в стройности гораздо сложнее, чем быть в этом... Это же азарт, это же здорово, ты встаёшь на весы, ты теряешь, тебя там, как сказать, всё время... Какое-то движение, а потом всё, ты набираешь тот вес, который у тебя должен быть и азарта уже нет Тебе в этом надо жить, что тебя будет подогревать, да, где, где брать удовольствие, где азарт И люди идут обратно Идут обратно, чтобы потом опять ещё, ещё, ещё раз пройти этот путь Тут удовольствие получилось, а потом, я же теперь знаю, у них есть иллюзия, что они очень быстро потом снова сбросят Очень сложно второй раз, очень А вот расскажите нам про эксперимент, который проводили американцы А, это... Я столкнулась и вот в своей работе, и вижу достаточно много в интернете вопросов, да, когда девушка хочет сбросить вес Уменьшает объём, вернее, калорийность еды просто, ну, я не знаю, там, ниже нижнего предела И при этом она не сбрасывает вес И всегда паника, что такое, что я делаю не так, я же почти ничего не ем Люди живут на овощах и траве, вот прям в буквальном смысле слова И при этом вес никуда не уходит Вес стоит, просто стоит, да В чём загадка? Загадка в том, что человек, сбросив калорийность ниже положенной нормы, очень сильно замедляет обмен веществ Его обмен веществ такой медленный, да, что ему хватает вот этой травы, которую ест человек для поддержания жизнедеятельности Да, и в чём ещё есть такая физиологическая штучка Да, есть особый гормон, лептин, очень интересный гормон, его даже пытались использовать, как сказать, как медикаментозный способ для похудения, ничего не вышло То есть учёные не знают Они не могут его синтезировать, да? Они синтезировать могут, но он не действует так, как учёные хотят То есть гормон называется лептин, и гормон помогает нам регулировать аппетит Так То есть при этом этот самый волшебный гормон вырабатывается в жировой ткани Да, нет жировой ткани совсем, да, у тебя, а где, откуда будет вырабатываться гормон лептин, его нет Да, и значит, в чём ещё такая, при этом, если кажется, что если у тебя много жировой ткани, его должно быть много Нет Нет, опять не так На каком-то пределе он перестаёт вырабатываться Как этот механизм действует, учёные не выяснили до сих пор Понятно Ну вот где-то пока Вот это где пограничное состояние, да? Да, вот его вот поймать, и тогда всё будет хорошо Но что делают вот такие девушки, да, как они замедляют Замедляя обмен веществ, минимум, потребляя минимум жиров, гормон лептин не вырабатывается Подтверждение этому есть, можно, кстати, поискать в интернете, был такой в 91-93 годах в Америке эксперимент назывался «Биосфера-2» Он причём не был посвящён исследованиям еды или пищевого поведения, ожирения, нет, он совсем другой был Это была замкнутая экологическая система, в которой люди Пытались выжить Да То есть прям вот всё там было создано Но немножко не рассчитали, и еды стало не хватать Так Поэтому достаточно долгий период времени, и они, так сказать, ужали свой рацион Ограничивали себя Да, и очень сильно снизили калорийность потребляемых То есть чтобы дотянуть, там, два года длился, они два года там съели в этой экосистеме Да, так вот, они примерно в среднем, там было четверо мужчин и четверо женщин, 8 человек было, да Они в среднем сбросили каждый по 9 килограмм Вроде бы, когда они оттуда вышли Обмен веществ, они же начали потреблять нормальное количество еды, обмен веществ должен был восстановиться, а он не восстановился То есть когда ты доходишь до этой нижней нормы, да, когда ты уже, можно сказать, использовал свой организм Да, ты его как бы съедаешь изнутри Как меняется метаболизм при анорексии, да, когда девушки доводят себя до состояния скелета, потом многие ведь приходят как бы в себя и начинают есть, а он не принимает уже Он же не может расщеплять, да, все вот эти белки, жиры, углеводы То есть у нас есть такая точка безвозвратности, да, своего рода Поэтому очень аккуратно с диетами Со своим организмом чувствовать свое тело, да, свою душу То есть обмен, надо есть именно вот ту еду, которую нам кажется, что есть нельзя Это белки, жиры, углеводы только и правильно их есть И у меня девочки сейчас говорят, сколько мы, наверное, месяца полтора уже, да, мы вот на программе Говорят, ну, когда едим правильно, не хочется вкусняшек-то, просто не хочется Вот в чем А что значит правильно есть? Правильно есть, это... Дробное питание Ну, можно дробно Прислушиваться к себе, вот я хочу сейчас покушать, да, я должна... Вот, как сказать, как такая классическая, абсолютно Вот если вспомнить наше с вами советское детство, кто его еще застал, да, как нас кормили в детских садах, в лагерях, там где-то, да Все было правильно, все было прям вот по-честному С утра это... В принципе, я не сторонник особо жестких, вообще никаких ограничений, да Временных Да, но если это будут с утра длинные углеводы, все знают, что это такое, кто не знает, это все легко найти, да Если это будут сочетания белков, жиров, углеводов, все, все прекрасно Ну, вот, Наташа, вы склонны к трехразовому питанию или к пятиразовому питанию? Ну, вот по-честному, лучше, конечно, к пяти, да, так попроще Так дробно, да, часто, но понемножку, да Я знаю случай, когда девушка худела, и она работала парикмахером, и она просто, парикмахер, сколько он человека там обслуживает? Ну, в среднем час, да И у нее там были бутербродики такие с хорошим мясом, с не сильно жирным И она через каждого клиента, значит, по маленькому, маленькому бутербродику, она скинула вес очень быстро Так То есть у нее была белковая, да, вот эта основа, плюс были углеводы и жиры Углеводы, фрукты и овощи немного, да Ну, это, как бы сказать, да То есть фрукты и овощи тоже такая штука, фрукты ведь штука очень калорийная То есть, да, так вот просто и бездумно потреблять там все подряд, как, говорят, надо как можно больше, не надо как можно больше Да, то есть она очень быстро сбросила вес Вот, и при этом, вот на своих занятиях мы почти не спрашиваем друг друга, кто сколько сбросил Потому что это не... Не главное Это не важно, да, самое важное, чтобы, как бы сказать, наладить основной фон А еда, она как бы вот, не надо к ней так относиться, как к мании небесной Хорошо, Наташа, а зависит ли, вот сколько вы уже работаете с девушками, с женщинами, зависит ли от мотивации? У кого какой мотив? Почему я хочу быть стройной? Почему я хочу там уменьшиться в размерах? Я не выясняла мотивацию принципиально вообще Потому что что такое мотивация? Конечно, можно сказать, что я хочу сбросить лишний вес, чтобы привлечь внимание понравившегося мне мужчины А кто-то набирает А если потом этот объект пропадет, да, я что, снова буду набирать? Да, никаких зависимостей, в принципе, только отношения между мной и едой Все остальное может быть, может не быть, может пропадать, может появляться Но твои отношения с едой – это твои отношения с едой Все остальное мы не рассматриваем Вот так интересно сегодня у нас получается, оказывается, что ты имеешь серьезные отношения с едой Конечно Которые влияют на качество твоей жизни, на размеры твоей одежды, да, и на твое психологическое состояние Очень, очень влияют Вот тоже такая своего рода культура еды, да, она была бы неплохо, чтобы ее прививали в детстве Нам, грамотно, правильно, да И тогда бы, наверное, многие вопросы и с булемией, и с анорексией, и со всеми другими темами, они были бы решены Да, они просто бы не возникли Но кто нас научит? Мы же прививаем своим детям то, что знаем сами Если у нас нарушены, если у наших родителей нарушены отношения с едой У нас они нарушены, и у наших детей они будут нарушены Ну, или если у нас они хорошие, то, значит, и у наших детей будут хорошие Поэтому все в наших собственных руках, друзья, мы об этом с вами помним И немного хотелось бы проговорить по сну Сон как-то влияет тоже на... Очень сильно влияет, просто очень Это прям заметно у нас на занятиях У нас, например, девушка там две недели в достаточно серьезном стрессе Нужно много было работать И она спит по три-четыре часа У нее срыв за срывом Она перестала даже там как-то вообще в коридоре калорийности находиться Почему? Чтобы быть стройным, надо спать Опять же, вспоминаем гормон лептин Если человек не спит, гормон не вырабатывается И еще организму ведь энергия нужна Он ведь не спрашивает, откуда ты ее возьмешь Если ты за ночь не отдохнул, то твой организм вынудит тебя взять эту энергию из еды Ты будешь есть Если ты не выспался, ты будешь есть Поэтому если хотите быть стройным, спите Спите Нормально 7-8 часов обязательно Проблема просто, так сказать, актуальность проблемы отпадет сама собой Не чеши, проблема пройдет сама Хорошо, давайте про психологические аспекты У нас совсем немножко времени осталось Итак, как вы работаете с людьми, у которых заявленная тема С чего мы начинаем и чем заканчиваем, да? Ну, вообще начинаем мы с большого количества тестов Как ни странно Отлично Причем, которые не касаются практически еды И только один из тестов В явлении того типа нарушения пищевого поведения Который присущ, да, девушке Ну, практически у всех вот это вот заедание эмоций Ну, вот я всегда говорю, что тесты, да, хорошая тема Ты начинаешь не только отвечать на эти вопросы, которые тебе задает психолог, психотерапевт, да Но ты ведь начинаешь отвечать себе честно на эти вопросы, да Значит, это тема познания себя самого, да Это одна из главных вообще вещей и задач, которую я для себя ставлю Чтобы человек понял, какой он, что у него не так с едой, как это можно решить Да, и чтобы в течение вот этих полугода ближайшего, да, эти проблемы решили и начали решаться Ну, для этого сначала нужно быть честным с собой, психотерапевтом, а потом еще и осознавать это все Это надо быть очень, как сказать, честным с собой Ну, бывает такое, что человек отвечает на вопросы теста и обманывает не столько психолога, сколько себя Но это видно, это прям сразу заметно А тут мы работаем вообще отдельно, можно сказать, с человеком Уже не в групповой, да, терапия? Ну, и групповая присутствует, и отдельно работаем И у нас очень много, то есть у нас есть занятия, в которые мы проводим определенные, там, какие-то упражнения Плюс задания на неделю, да, задания очень, там, такие, разные задания Но они редко связаны Но они больше связаны, наверное, с психологией Да, они связаны с психологией, ну и с едой, конечно, тоже Но вот буквально на прошлой неделе я давала задание Такое очень простое и вызвавшее вдруг протест Одно из замечательных моих участниц Какое, в чем было задание заключалось? Всем советую, будете забывать Ну, если вспомните, пробуйте Едим, как английские лорды Как они едят? Они же берут приборы, да, отрезают кусочек, отправляют его в рот и... Долг прибор укладывают? Да А мы как едим? Не выпуская приборы Мы пока одно жуем, у нас второе уже на ложке Да, у нас процесс просто максимально сокращен Да, мы очень быстро едим И мы успеваем пережевывать Таким образом удлиняется процесс еды Все же, наверное, знают, что у человека процесс насыщения отстает Да, мозг отстает от физиологического в среднем на 20 минут Конечно, тут не на 20 минут удлиняется процесс еды В среднем минуты на 2-3 Но этого бывает хватает Но тем не менее результаты Да И у меня девушка, понятно, что она, как бы сказать, деловая девушка Она говорит, как, меня не поймут, мне нужно столько успеть Мне нужно столько, как бы меня... Я говорю, это минуты две Да, у тебя займет лишних То есть, если провести аналогию, то человек не хочет отдать себе Позаботиться о себе две лишних минуты Да, это там, ну сколько? Ну, приема 4 пищи в день Ну, 8 минут, да То есть мы... На самом деле это не так, да? Конечно Сложно? Конечно Плюс тут... И в то же время, да, ты... Это же еще и упражнение на осознание Это упражнение просто великолепное, честно говоря Как можно, вот, например, да, я совсем недавно наблюдала картину, когда мужчина, глядя в планшет, складывает, не понимая, что там, вилкой тычет, то в одну тарелку, то в другую, то в третью Когда жена звезд спрашивает, ну а что ты ел? Он говорит, а что? Я не знаю, что я ел Но что-то было вкусное Это очень опасная штука, потому что мы... Едавить это не только... У нее функция, не только насыщение У нее функция еще эстетическая, чтобы было красиво, тем более для девочек, да? И вот это вот самое удовольствие Вот этот мужчина, который ел с планшетом, он только одну функцию выполнил, две пролетели мимо него Он не получил удовольствия, и у него не было удовольствия эстетического То есть у него, он может быть, живлудок будет полным, но он будет хотеть вот этого удовлетворения потребности в еде, у него восстанутся Еще одно упражнение, которое мне очень нравится Когда я понимаю, что я чего-то хочу, и мне кажется, что я, наверное, хочу есть Да, знаешь, что так, вроде чего-то бы вот такое бы, да, вроде взять И вот однажды мне тоже в личной терапии сказали, вот когда вот такое состояние появляется, вот просто возьми, налей стакан воды и выпей Да, очень-очень-очень хорошо И вот выпивая этот стакан воды, ты вроде бы, да, ты внутрь себя чистую воду помещаешь, и уже осознание, потом приходит осознание Так действительно ли ты, может быть, ты не есть хотел, ты хотел всего лишь пить, да? Или ты хотел, твой организм хотел, чтобы что-то попало внутри тебя, да? Либо так, да, то есть В хорошем смысле слова там, да? Для того, чтобы насытиться, ведь еще необходимо определенное количество, так сказать, жевательных движений сделать Ну, когда мы вот так вот без перерыва, да, как пылесос всасываем в себя еду, у нас не получается сделать этого достаточное количество А когда ты положил приборы, пожевал, включается и осознанность, и удлиняется процесс еды В общем, там плюсов из такой мелочи, плюсов просто масса Вот, всем советую Хорошо, еще одно упражнение по заеданию эмоций, да, это когда вот мы, например, сердимся, и нам прямо, или там, мы расстроены, там, да, что-то случилось не так, как нам хочется, да? Я вот знаю, особенно у менеджеров, это часто бывает, открываешь шкафчик, смотришь, там, там, батончики, там, смюсли, там, конфетки, шоколадки, еще что-то, да? Мы же, нам проще, я вот сейчас расстроена, я сейчас съем шоколадку, и мне хорошо Дальше я иду, работаю, еще что-то делаю, да? Как вот с этим, как вот с этими моментами справляться? А это уже сформированные, как сказать, рефлексы Сверхценное отношение к еде, оно в чистом виде Что такое сверхценное отношение к еде, да? Это, во-первых, у тебя всегда есть объект зависимости, да, то есть, если это курильщик, у него пачки сигарет натыканы везде по квартире, да? Да, да, как классические алкоголики, которые часто очень вызывают у нас смех, да, у них там все тоже где-то заначки заложены У нас тоже, у сладкоежек, да, тут конфетки, там, потому что если нет, если я знаю, что у меня нет, у меня беспокойство Да, надо бы зайти в магазин и купить Да, 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 запас должен быть, да? Плюсом, если эта еда уже вот так вот, бывает же такое, я там в ящичек положил, наклонился, сунул в рот, чтобы никто не видел Это у человека практически в чистом виде сформированы интимные отношения с едой Отлично Что такое интимные, да? Какая ситуация Это то, что никто не видит Это не то, что там не близости дела Я ни с кем не делюсь этим Это, да, это никто не видит И у меня отношения с едой, у меня отношения должны быть с людьми у нас отношения, а у меня отношения с едой Заменяем одно на другое Да, то есть это вот если у меня есть такие заначки везде по дому, если у меня там... Работа? Да, то надо понимать, что отношения с едой у меня нарушены Хорошо Я правильно понимаю, что на ваших курсах, когда человек осознаёт это, что у меня что-то уж очень близкие отношения с едой Надо бы перевести их в отношения межличностные, да? То вы этот процесс тоже помогаете, да? Человеку осознать и перевести Ну, отношения по межличностным отношениям в принципе отдельный блок есть, да? Идёт, да? И в любом случае, так как на курсах у меня на данном у меня одни девушки, то разбор межличностных отношений с партнёрами, с мамами, с папами, с друзьями, да? Он, как сказать, бонусом прилагается, потому что без этого не решить проблему Ну что, давайте подведём итоги нашей сегодня программы, да? Правильное питание и правильное отношение к себе начинается Начинается с заботы о себе Если я готов, то есть что такое правильное питание? Правильное питание требует внимания, требует заботы, требует кусочка времени, который я отдаю себе Мы время, внимание, заботу готовы отдать кому угодно Мужу, детям, семье, работе, карьере, бизнесу, хозяйству, кому угодно, только не себе Да, действительно, я сейчас думаю, многие женщины слушают нас и согласятся с вами, Наталья, потому что у нас очень много подвигов Нас впереди ждёт очень много подвигов Да, эти подвиги кто будет совершать? Конечно, конечно И если женщина, в основном женщина, да, если я готова это внимание уделить себе, всё получится, причём получится легче, чем кажется Если я экономлю на себе даже 8 минут в день, сложно что-то сделать Если я готова буду к тому, что заботиться о себе я буду так же, как о своём муже, о своих детях, о своих близких, да, всё произойдёт само собой Ну тут же сразу же самооценка, да, другая Естественно Тут же уже восприятие, мироощущение, всё другое, да? Там всё другое Вот на такой ноте мы сегодня завершаем, дорогие друзья, заботимся о себе Держим именно тот вес, который нам бы хотелось И будьте счастливы С вами была программа «Практическая психология», практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева и практикующий психолог Наталья Рыбакова Всего доброго Практическая психология